Девушки отдыхают 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 это вообще главная идея это что воля супер кто сказал отлично воля именно так и вот какова цель нашей воли какова цель нашей воли цель нашей воли реализовать здесь власть власть над собой в первую очередь умение властвовать собой то есть и это да это как бы задача ну то есть поэтому доминирование но доминирование мы не имеем ввиду власть над миром сейчас мы начнем власть над миром нет власть над собой в первую очередь на своими демонами своими ангелами над собой то есть умение властвовать собой то что как говорил классик да вот и соответственно у нас и получается что соответствующая карта а какова власть воды эмоций в чем задача эмоций а точнее вот любовь но называется карта же любовь то есть это высший регистр любви это проводить через себя потоки энергии делиться этой энергией получать и купаться в ее потоках это любую вот это и есть любовь когда мы находимся внутри этих внутри этой радости вот смотрите то есть отдавать больше чем брать да это что такое любовь до играется доставлять друг другу удовольствие больше чем создавать какие-то зависимости потакать своим слабостям да ну что для вас любовь взаимные чувства гармония взаимные чувства гармония сейчас мы вернемся сюда еще радость бытия эмоциональный подъем это влюбленность а любовь наверное еще обмен да вот ну вот разума влюбленность и любовь скажем так там снимается противоречие это знаете что это вот высшая 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 история любви высшая такая высшая высшая крещенда такое то есть вот то с чего в принципе должно все начаться и всегда как должно все быть и вот представляете себе это идеально это идеальная любовь вот она да она влюбленность но вот вы видите человека вы думаете вот это мой или моя нет 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 вот любовь это это вот двоечка она надо надо бездной 2 3 они над бездной точка и троечка они такие чудесные вот покой покой интересная штука сейчас покой покажу сейчас будем потом его подробненько рассматривать спокойствие покоев до пистану по-разному переводят конечно же понимаете это спокойствие перемирие это то что нашему разуму до хитрому изворотливому необходимо для того чтобы он как-то как-то более-менее нормально существовал нормально жил да потому что так сказать мы этого хотим но но в общем то это и покой не в смысле угасания мыслительной деятельности или привычки к автоматизмом что происходит с большинством людей во второй половине жизни да это привычка к автоматизму да мы-то с вами люди совершенно другого характера плана да соответственно мы нам с вами автоматизма совершенно нет не ну как автоматизма у нас есть там почистить зубы там или еще что-то там утром это нормальные автоматизмы но мы избегаем других автоматизмов просто автоматического же течение жизни стал поел там приготовил вымыл все пошел дальше вот а люди так и живут на самом деле большинство людей живет вне сурка но мы с вами стараемся этого дела как-то избежать вот то есть покой цель покоя цель покоя это медитация успокоение мысли да то есть каждый то есть я имею ввиду что каждая наша карта да она собственно говоря про то что много про то как нам измениться да как нам что-то поменять в своей жизни дальше и наконец перемены карта перемены вот смотрите интересная штука перемены двойка дисков двоечка дисков да вот получается у нас что-то получается что перемены это истинная цель и . наших вообще в принципе усилий в этом мире это неблагополучие потому что помните что богатство десятка дисков это отвердение это крайняя точка ничего не происходит хорошо вот крайняя точка отвердения наших усилий то есть но условно говоря мы попадаем ситуацию скупого рыцаря вот истинная ценность это альтернатива застою перемены это способность облагородить до свой внутренний мир свой внешний мир то есть мы работаем перемены это помните цель перемен постоянство то есть это только перемены обеспечивают постоянство выражаясь по-русски да на нашем обычном языке да помните чтобы оставаться на месте надо бежать чтобы куда-нибудь сдвинуться надо бежать еще быстрее вот это суть перед суть карты перемены если так думаться и относиться спокойно да хорошо и так надо понимать что если мы решаем использовать эти карты в виде талисманов то сами по себе они могут работать криво без если они не так сказать не снабжены старшими арканами да или допустим хотя бы картами двора почему потому что да есть такая вот можно сказать кривизна потому что сами по себе они как демоны да или как те же самые слепые духи ну помните я говорила в какой-то момент не помню на прошлом занятии или вообще что числовые карты без своих каких-то предшествий ну как бы сопутствующих карт старших арканов они кто они просто слепые слепые силы так же как условно говоря вот наша рука да которая может сделать что-то хорошее а может слонгая шалован дает да а может там написать что-нибудь или там сыграть вот они без вот как бы без поддержки они не работающие не интересные вот поэтому я сейчас извините дарит держите четыре карты чтобы вас тоже были по-другому вот все карты поэтому как вы посмотрите двойка дисков та же самая если она взята без вот просто как талисман без поддержки старшего аркана перемены они могут куда угодно зайти а какие угодно будут перемены и теперь мы уже сливаем ееいます Продолжение следует...